Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о четвертой главе послания апостола Павла к Галатам. В конце третьей главы Павел начал разговор о смысле закона, говоря о том, что это своеобразный детоводитель ко Христу, то, что не дает человечеству, особенно народу Божьему, совсем сбиться в пути до того, как произойдет личная встреча, личное знакомство с Богом во Христе Иисусе. И вот в четвертой главе он продолжает рассуждение в этой парадигме, которая была предъявлена им в третьей главе. Вот он говорит о том, что мы наследники Авраама, и наследник в детстве ничем не отличается от раба. Так и мы, говорит апостол, пока были в детстве. Мы в данном случае, он имеет в виду человечество вообще, но в особенности народ Божий. Были порабощены вещественным началом мира. Но, вот важные очень слова и хорошо известные слова Павла, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Что имеет в виду апостол? Что именно он называет полнотой времени или полнотой времен? Надо сказать, что за две тысячи лет, почти прошедшие с момента написания этого текста, люди думали, пытались понять, нащупать, что же такое, почему же была полнота времен именно в тот момент, когда родился Господь Иисус Христос. Потому что апостол здесь не формулирует в явном виде, что именно, по каким признакам те времена, когда Бог послал Сына Своего, он называет полнотой времен. Почему они явились полнотой времен? Ну, может быть, знаете, каждый из нас вправе из этих многочисленных толкований выбирать что-то свое, и не следовало бы навязывать их друг другу. Поэтому, мне кажется, важным все-таки услышать, что именно Павел говорит. А Павел говорит, что наступило некоторое время, время, которое... Вот теперь день спасения, вот сегодня полнота времен, вот день благоприятный, который уже наступил, уже это произошло, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился, подчинился закону, чтобы нам получить усыновление. Вот. Таким образом, важно для нас увидеть, что апостол говорит о каком-то таком времени, когда стало возможным воплощение Сына Божьего, когда это действительно могло произойти, и вот он родился от жены. Далее. апостол Павел еще одно чрезвычайно важное для своего свидетельства слово, здесь произносит это слово усыновление. Усыновление. Причем он имеет в виду и то, что язычники усыновляются Богу через Иисуса Христа, и то, что все мы, каждый из нас в отдельности, усыновляется Богу, опять-таки, вот через веру во Христа. Для апостола Павла это очень важное понятие. он говорит о христианах, о верующих, как о детях Божьих, которые по природе своей умеют любить Отца и стараются волю Отца и правду Отца исполнить. Вот. И поэтому жизнь христиан, именно Павел считает, должна определяться этим усыновлением, тем, что мы не только стремимся, стараемся или пытаемся что-то исполнить, но мы действительно дети Божьи, которые водимы Духом Божьим. Мы сыны, говорит апостол, и Бог послал в сердца на наши духа сына своего, выпьющего Авва Отче. Во-первых, здесь говорится о Духе Святом, как о Духе Сына Божьего. Это не всегда идеально сочетается с другими текстами Священного Писания, о Духе Святом, об его исхождении. Но для нас сегодня, мне кажется, важно понимать, что картина гораздо сложнее и глубже, чем могли бы мы себе представить и сформулировать. Вот он говорит о том, что Бог посылает Духа Сына Своего в сердца наши. Дальше. Именно в сердца наши. Таким образом, апостол Павел видит в учениках Христово, в галатах в первую очередь, потому что он к ним обращается, людей, в сердце которых говорит Дух Иисуса Христа, в сердце которых Дух отвечает на вопросы, помогает принимать решения, и, главное, рождает любовь, потому что по своей человеческой природе мы не очень-то можем любить ни Бога, ни ближнего, но Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего. И вот дальше апостол пишет «вопиющего Авва Отче», то есть того Духа, который обращается из наших сердец, обращается к Богу со словами любви. И вот таков дар Божий, таков дар Духа Святого, который все мы получаем во кресте Иисусе, становясь таким образом наследниками Божьими. И чуть дальше Павел говорит «ну вот вы познали Бога, или, уточняет он, получили познание от Бога, то есть Бог сам открыл, нам дал возможность себя увидеть и себя познать. Зачем же вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам?» Таким образом, он не уклоняется от своей основной темы и все-таки пишет именно об иудействующих, которые пытаются вернуть или привлечь галатов к обрезанию, к исполнению закона. Он говорит «ну вы уже дети Божьи, и наследники во Христе Иисусе». Дальше, во второй половине главы апостол прибегает к еще одной аналогии, такой, в общем, аллегорической модели. Конечно же, когда он говорит о детях Авраама, от рабы и свободной. Собственно, его проповедническая идея здесь заключается в том, что ты можешь быть сыном рабы или сыном свободной. И в одном случае, соответственно, наследует рабство, в другом – свободу. И именно свобода для апостола Павла является здесь ключевым фактором. Дело не в том, что по каким-то причинам верующие могут быть потомками раба, свободного и так далее. Это очень аналогия шаткая. Для Павла скорее это некоторая картина, возможность увидеть, к чему прилежит твое сердце и, соответственно, как это отражается на всей твоей жизни. Потомки рабы и потомки свободной – вот для Павла приблизительно это. И вот он заключает эту главу словами о том, что мы дети не рабы, но свободной. Продолжение следует...